Тема, которая затронута сегодня, она, конечно, может быть актуальна, но хочу констатировать, что она, именно поправка, которая была внесена, сейчас это 179-й федеральный закон, он, конечно, новый для нашего законодательства, поэтому констатировать каких-то результатов его работы и его деятельности пока еще нет необходимости, но тем не менее, как любой закон, который вводит новые какие-то понятия, новые определения, новые структуры, соответственно, конечно же, как в Совете Федерации мы берем обычно на мониторинг правоприменительную практику для того, чтобы сделать уже конкретные выводы. о работе данного законопроекта, но тем не менее, некоторые факты все-таки я уже на сегодняшний день смогу привести о результатах его деятельности, но подчеркну немножко истории, то есть у нас на самом деле основной наш федеральный закон о преступлениях экстремистской направленности, это 114-й федеральный законопроект, и вот как раз совсем недавно, начиная с февраля месяца, были внесены поправки в Уголовный кодекс, но ранее, ранее у нас в Уголовном кодексе постановлением Верховного суда, статьи, которые с 280, 280, 281 и примы ее, были расценены по постановлению Верховного суда, как преступления, связанные с экстремистской деятельностью. То есть в Уголовном законодательстве вообще эти статьи относятся к ситуации государственной безопасности. И совсем недавнешние совершенно постановления, они тоже очень интересные, и хотелось бы некоторые акценты сделать на тех новеллах, которые были внесены в закон. Ну, начну, наверное, с самого такого интересного, на мой взгляд, нововведения, это как раз 179-й федеральный закон, который внес поправки в противодействию экстремистской деятельности. Ранее у нас в Уголовном кодексе не было такого понятия, как финансирование экстремистской деятельности. Это новелла, абсолютная, собственно говоря, новая норма, и она, собственно, пресекает деятельность, связанную с поддержанием, финансовым поддержанием экстремистской деятельности. И более того, вводится санкция конфискации имущества, которое получено в результате совершения преступления экстремистской деятельности. Это тоже определенного рода новшества. И еще одно новшество, которое сегодня действительно обсуждается в средствах массовой информации, это правильно, что идет обсуждение, но тоже хочу немножко остановиться на этой норме. Норма связана с введением нового квалифицирующего признака преступления, которое как раз предусмотрено статьями «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Таким квалифицирующим признаком на сегодняшний день являются не только средства массовой информации, но и информационно-телекоменционные сети, в том числе и сеть интернет. И это впервые введено, но не для того, чтобы, как обычно говорят, для того, чтобы закрутить гайки, а для того, чтобы ограничить свободу слову. Собственно говоря, еще раз подчеркну, что здесь в данном случае техническая правка в соответствии с действующей конструкцией закона о защите информации введена конструкция в уголовное законодательство. Кроме того, есть еще один факт, на котором необходимо остановиться, потому что на сегодняшний день, к сожалению, накидали все в кучу. Все законы смешали между собой и не отделяют друг от друга, хотя они совершенно принципиально разной направленностью являются. Как раз закон 179 предполагает то, что если есть квалифицирующий признак, когда используются в процессе совершения экстремистской деятельности телекционные сети, то соответствующая санкция, то есть блокирование таких страниц происходит только после расследования. То есть в данном случае вводится жесткая достаточно, вменяется, что следственный комитет или органы предварительного расследования должны провести очень тщательную проверку. То есть представить экспертизу того, что это действительно в данном случае либо страница, либо какой-то контент содержит преступления, которые можно рассмотреть в статьях публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, либо возбуждение ненависти, либо вражды. Только после таких действий совершается уже блокировка. Я к тому говорю о том, что ранее у нас вступил с февраля месяца закон, который предполагает досудебную блокировку сайтов. Он касается только ограниченного рода информации. То есть информации, которая содержит призывы к несанкционированным выступлениям, призывы, касающиеся к организации, скажем, активных беспорядков. Только вот этого рода информации касается и там действительно предписанием генерального прокурора, либо заместителя генерального прокурора можно вынести досудебное решение о блокировке такого контента. А все остальное, все остальное это рамки как раз расследования, потом передачи материалов в суд, возбуждение уголовного дела. Соответственно, доказательство того, что это действительно по факту это уголовное деяние. И уже решением суда только можно блокировать сайт. Вот на сегодняшний день, если мы с вами возьмем, например, действия двух этих законов с февраля месяца и который вот у нас вступил. На сегодняшний день по данным генеральной прокуратуры блокировано таких страниц 450. Ну, от общего, от общей конструкции нашего, собственно говоря, интернета. То есть это как раз деяние, преступление экстремистской направленности, которое расценено как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждению ненависти, либо вражды. И 54 организации, которые расценены как организации, действия которых расценены как террористической направленности и экстремистской направленности. Это вот последние, собственно говоря, данные уже вступившего в действие федерального закона. На мой взгляд, вот чего не хватает на сегодняшний день, это, конечно же, методология оценки такого контента. То есть это экспертного сообщества, которое необходимо давать такие заключения. И, собственно говоря, может быть, как пока еще, опять же, на мой взгляд, решение правительственной комиссии о создании федерального центра мониторинга в связи с вступлением в силу этого законопроекта, она, может быть, позволит как раз-таки создать и методологию исследования такого контента, его оценки, собственно говоря, и, наверное, все-таки создаст возможность такой более действенной работы по реализации буквы «закон». Вы сказали, что не хватает методологии. Каким образом сейчас эксперты Генеральной прокуратуры определяют, что есть экстремизм на каком основании? И второй вопрос. Блокировка этих сайтов является окончательной, или есть какие-то условия для разборки последующих? Спасибо большое. Ну, на самом деле, очень профессиональный вопрос. И здесь как раз вот тоже подчеркну некоторые аспекты, связанные с действием, ровно настолько, насколько это позволяет федеральное законодательство. Во-первых, вот смотрите, если мы с вами возьмем две эти статьи, да, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, то отличить достаточно сложно, да, то есть что же действительно содержится в определенном контенте. Ну, на самом деле, конечно же, в Генеральной прокуратуре, которая непосредственно занимается экспертированием на сегодняшний день, конечно, есть накоплен определенный опыт работы, так как у нас все-таки 114-й федеральный закон достаточно давно введен. Там, где как раз-таки квалифицирующим признаком является использование средств массовой информации, мы с вами видим, что средству массовой информации надо отдать должное российским, да, они все-таки следят за частотой своих страниц, да, и не допускают подобного рода информацию. И, конечно же, опыт работы вот с этим, да, он есть, но мы с вами впервые ввели, по сути дела, вот как раз квалифицирующим признаком это телекоменционные сети. И, конечно же, говорить о том, что мы должны как кальку наложить методологию работы средств массовой информации на сети интернет, конечно же, нет объективных таких причин, но, тем не менее, какой-то опыт он все равно есть, он все равно присутствует. И в любом случае с опытом работы он будет только нарастать, потому что здесь в любом случае мы работаем с контентом, мы работаем с информацией, и, соответственно, можем применять какие-то технологии. Но мы говорим о том, что это все-таки телекоменционная сеть, интернет, это, ну, определенная, скажем так, среда общения. И здесь, конечно же, относиться нужно совершенно, может быть, иначе. Я думаю, что вот с созданием Федерального центра мониторинга будет накоплен та методология, которая на сегодняшний день необходима для того, чтобы проводить оценку. Ну, самый простой пример приведу, да, вот даже, который может, ну, действительно, любого эксперта поставить в тупик. Ну, если я, например, в социальной сети, как зарегистрированный пользователь, напишу там «Бога нет». То есть, понятно, что любой гражданин религиозный, верующий, да, обвинит меня в чем? Да, да. Ну, будет ли в данном случае распространяться действие этого закона на мои действия в интернете? Это может только эксперт сделать, да, то есть вот такого характера, да, действия, ну, то есть, ну, нельзя подвергать огульно, там, сразу заблокировать и признать это экстремистской деятельностью. То есть, все должно разбираться с помощью, при помощи, да, экспертного заключения. То есть, здесь работают пул экспертов, да, это эксперты и психологи, и лингвисты, и правоведы. Только после такого широкого обсуждения достаточно, да, вот этого контента, можем делать какие-то заключения. А так, вот, ну, скажем, сразу подвергать каким-то блокировкам, это не предусмотрено законодательством. А не слишком много, российская газета, а не слишком много им придется жалоб обсуждать? Я вам хочу сказать, что на самом деле, это вот статистика за последнее время, практически ежедневно таких жалоб в прокуратуру поступает около двухсот ежедневно. И с каждой жалобой, конечно же, работают. Ну, из них есть дублирующие, например, да, то есть, что совпали мнения, что называется. Есть, конечно, жалобы, которые достаточно сложно выяснить. То есть, ну, как бы, срочно заблокируйте все. Вот, все заблокируйте немедленно. То есть, здесь понятно, что нужно в конкретно отдельном случае разбираться, что является, да, что хотел бы отвечать, да, получить в свой адрес. Естественно, это достаточно серьезная работа, скрупулезная работа, ответственная работа, потому что они исполняют федеральный закон. И плюс, ко всему прочему, единственная, скажем, помощь здесь идет то, что некоторые аспекты, да, вот жалобы можно направлять в ведомство, да, то есть подведомство, которые могут заниматься расследованием конкретно взятого гражданина, да, с его жалобой. Ну, и не исключаются, конечно, такие возможности, когда, к сожалению, стараются при помощи буквы закона расчистить для себя пространство. То есть, многие коммерческие структуры, к сожалению, особенно связанные с экстремистской деятельностью, готовы под это использовать свои личные интересы, свои личные убеждения. Но это тоже работа, это тоже действительно оценка и необходимая оценка. На самом деле, на самом деле, и, собственно говоря, как гражданин этой страны, как комитет, который занимается, собственно говоря, вопросами информационной политики, конечно, мне хотелось бы, чтобы мы сегодня говорили не только о исполнении закона конкретно взятого, а говорили о том, что каждый человек мог бы, ну, скажем, не доводить дело, что называется, до самых больших вершин. Самый простой пример. После того, как, собственно говоря, был принят законопроект, мы, условно говоря, посмотрели, что же произойдет, да, что же, как это все будет конструкцией работать. Но как пользователь я же могу использовать свой собственный ресурс как гражданин. Если я увидела в группе, в которой мне пришлось общаться, контент, который, ну, явно, скажем так, да, вопиющий, негативный и не должен быть, да, присутствовать. То есть по всем, скажем, параметрам его можно квалифицировать как призывы к вражде, к публичной призывы. И, соответственно, с этим я, как гражданин, могу же ведь обратиться к администратору. И мы посмотрели, как это работает. На самом деле администратор в лучшем случае не реагирует на наше обращение. И это плохо. Это плохо. И я, как гражданин, что я должна? Я должна писать жалобу в прокуратуру. Мы действительно несколько раз проводили таких, скажем, бесед, условно говоря, да, то есть говорили о том, что администратор должен реагировать на это. Ну, произошло только одно. Забанили и все. К сожалению, да. Хотя, в принципе, ну, я тоже могу высказать свою точку зрения, и я считаю, почему здесь происходит вот такое. И когда на мои жалобы о том, что забанили, ну, никаких не поступил ответов, приветов. Если мы говорим о том, что мы хотим действительно не каких-то там жестких контрольных мер, я, например, да, за саморегулирование отрасли, да, то есть все, ну, все нужно соразмерять, да, все нужно действительно соотношение развивать. Ну, у нас совсем, ну, буквально вчера был подписан наш законопроект, который мы разрабатывали на площадке нашей комиссии, закон о спаме. Мы впервые в законодательстве техническую часть отдали самой отрасли. Не контрольно-надзорным органам, а отрасли, которые вполне успешно будут справляться с этими ресурсами. То есть достигли определенного компромисса с отраслью, и не надо здесь вот действительно, ну, скажем, дергать, кошмарить, да, заставлять правоохранительные органы работать. Ну, мы же не можем до бесконечности увеличивать их штаты, и не должны, и не собираемся этого делать. То есть за каждым администратором, условно, да, ставить представителей правоохранительных органов. Ну, вот обидно, на самом деле, когда бывает, вот самый простой пример. — 450 заблокированных страниц, это в основном аккаунты в соцсетях или блоги, форумы? — Ну, вы можете, да, вы можете посмотреть, собственно говоря, на федеральных список. Ну, я тоже, ну, периодически просматриваю, что же на сегодняшний день блокируется. К сожалению, вот, вот по моим подсчетам, да, вот, к сожалению, больше пестрит ВКонтакте. Именно там идет блокировка контента, который содержит публичные призывы, либо разжигает вражду. Наверное, это объективная причина, может быть, там больше присутствия молодежи, и это благодатная почва для того, чтобы именно там распространять подобного рода контент. Вот посмотрите, у нас же нет в законодательстве степени публичности, да, то есть какое количество, то есть распространяется ли это на два человека, на двух человек, распространяется ли это на большую аудиторию, в данном случае у нас такой категорийности не существует. Поэтому в данном случае вот даже вот эти два человека, они будут признаны как публичные, потому что в данном случае не количеством определяется, а качеством той структуры, куда это направляется. То есть мотив, мотив в уголовном законодательстве рассматривается именно по каким мотивам данный человек это сделал. И в итоге, да, то есть, естественно, будет рассмотрен вопрос, например, если это какое-то, ну, разовое там явление или событие, да, то есть здесь все будет, ну, на самом деле предусмотрено. В любом случае, я считаю, что если мы с вами будем ограничивать, да, вот какую-то категорильность именно публичной стороне ставить, может быть, мы, ну, создадим более худшую ситуацию, чем на самом деле она есть. Но вопросы, опять же, обсуждаемые. Я думаю, что к этому вопросу вот сейчас в том, что появился новый признак, да, уголовного преступления, я думаю, что стоит после практики применения соответствующей вернуться и действительно пообсуждать, насколько это работающий механизм, насколько что еще потребуется изменять. У нас, слава богу, законодательство жизнеспособное, да, у нас много слышащих людей в органах власти, по крайней мере в законодательной, есть на самом деле возможности, если такое, ну, есть такая необходимость, нужно посмотреть практику. Мое мнение все-таки исходить из практики. 450 страниц, это пока, ну, вот на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо так, друзья. Да, да, прошу прощения. У каждого, здесь ни один из законов, которые в последнее время вступили в силу, нет ограничений по защите своих прав. Поэтому в любом случае, каждый, если это судебное решение принято и по решению суда произошла блокировка, то, соответственно, человек имеет полное право защищать свою позицию после решения суда. Если это досудебная блокировка, то там немножечко другой, другая конструкция, то есть там идет схема, когда предписание направляется оператору, оператор связи, соответственно, провайдеру, и провайдер должен ограничить доступ к своему ресурсу. До того момента, как только он, собственно говоря, этот ресурс, который вызвал, да, вот это вот нарушение, должен быть заблокирован. То есть не только после этого, но там буквально сутки дается на то, чтобы это сделать, и дальше ресурс существует. Если в доцифровую эпоху граждане встречались на кухнях и обсуждали важный вопрос, то сейчас такой виртуальной кухней стал интернет. Не кажется ли вам, что новый закон, он несколько ограничивает возможности общения и в какой-то степени влияет на реализацию прав человека? Ну, я в этом законе не нашла этих ограничений, что мы не имеем права использовать интернет в качестве общения. Таких ограничений нет. И, наверное, это не наш, скажем так, какая-то ситуация или цель, чтобы создать какие-то, опять же, условно говоря, может быть внутренне. Мы каждый с вами и думаем, что за нами следят, мониторят, видят. Ну, такого нет, да, и виртуальной кнопки, которую управляют, тоже нет. Социальная сеть, ну, видят, что действительно, если идет оценка, если действительно эта оценка достигает своей цели, то есть доказано, да, здесь допустимо. Но я считаю, что в данном случае все-таки мы с вами должны стремиться к тому, чтобы вот тот поле, в котором мы живем, в котором мы общаемся, да, и в котором общаются наши с вами дети, они не должны быть объектом ближайшего доступа, да, когда на них могут обрушиваться те риски, которые, к сожалению, существуют. И если я, как взрослый человек, оцениваю тот или иной контент и вижу, что действительно, ну, с моей точки зрения, да, с нравственной точки зрения, с моральной точки зрения, наверное, ну, недопустим, потому что какие-то, ну, скажем, оценочные суждения, которые мы не можем, может быть, доказать их, как действительно, что это публичные призывы к каким-то действиям, но, тем не менее, они такового характера имеют, да, или такую природу имеют, то почему я не могу обратиться к администратору и получить соответствующий ответ? Вот это вот, наверное, более сегодня тема, которую, ну, на самом деле стоит посмотреть, да, и, ну, я не собираюсь там каких-то законов писать, которые заставляли бы администратора отвечать, ну, мы с вами взрослые люди, мы с вами живем в нашей стране, мы отвечаем за нравственное состояние наших детей, и я не сторонник того, что мы должны все решать только методом заграждений.